В Беларуси открыт счет трагедиям на льду. Рыбалка за выходные унесла жизни троих человек. И это только в Могилевской области. В Бобруйском районе утонули отец с сыном и еще один рыбак в Чаусах. Они провалились под лед и спасти их не удалось. Но сейчас опасность только растет, говорят эксперты. А свод и спасатели теперь в круглосуточном ожидании плохих новостей с озер, водохранилищ и рек. Ведь затянутые лесной хрупкой паутиной они буквально заманивают любителей свежей рыбки. Почему каждый из них в этом межсезонье попадает в зону риска, выяснил Андрей Ястребов. Александру Шевелькову, матросу-спасателю, в эти дни греться на станции некогда. Того, гляди, под лед провалится очередной рыбак. С начала межсезонья в Могилеве на Фатинском заливе Днепра уже пришлось вытаскивать из полыни пару рыбаков. К счастью, обошлось. Но при плюсовой температуре воздуха лед толще не становится. А профилактические беседы на рыбаков не действуют. Вот и собираются на тонком льду. Особенно по выходным. Десятки, а то и сотни любителей зимней рыбалки. На свой страх и риск. Хотя выход на лед неокрепший запрещен, санкций не предусмотрено. В Витебской области в том году было, но у нас пока не предусмотрено. Даже своей личной властью я только могу предупредить. Наказывали бы рублем, я думаю, это было бы более весомо. Такой беспечности спасатели могут лишь противопоставить свою боеготовность. Успеть за считанные минуты вытащить из ледяной воды рыбака. Отработка таких действий в обязательной программе подготовки к зимнему сезону. Но, как показывает практика, спасти удается не всех. Гибель на воде занимает уверенную третью позицию в хит-параде трагедии в Могилевской области после пожаров и ДТП. Выходные пополнились еще двумя. В Бобруйском районе, где провалились под лед отец с сыном, спасти не удалось. Еще один рыбак в Чаусах. Доставать его замерзшее тело из-подо льда спасателям пришлось уже на ночь глядя. Тот лед, который в 2-3 сантиметра образовался, он явно недостаточен для безопасности нахождения на льду. Безопасным для рыбака начинается от 9 сантиметров. Для тех, кто провалился под лед, наверное, не самое страшное. Самое страшное, что с полыни просто невозможно выкарабкаться, скажем так. Но тонкий лед не останавливает даже тех рыбаков, которые уже побывали в ледяной полынье на границе между жизнью и смертью. Это интервью жителями Хотимска Александром и Андреем спасателями было записано уже после их чудесного спасения. А теперь самое главное, какие выводы для себя сделали эти рыбаки. Думаете, они отказались от самой идеи подледной рыбалки? Как бы не так. Конечно, для себя сделаем выводы. Уже без веревки, наверное, на рыбу не пойдем. А свод в эти дни переведен на усиленный вариант несения службы с раннего утра до позднего вечера. И советуют не брать с собой спиртное. Спасению это не поможет. Человек быстро охлаждается. Если есть возможность переодеться, значит переодеться в теплую одежду. Если есть товарищи, которые могут растереть тело. Ну и как можно больше теплого питья, но не спиртного. Потому что тут спиртное, как нам помогает. Сначала расширяются суды, то есть теплоотдача увеличивается, а потом резко сужается. Это может привести к трагедии. Зимы пока не будет, обещают синоптики и прогнозируют на предстоящей неделе от нуля до 2-3 градусов тепла, что выше климатической нормы. Даваясь к этому обещанное дождь, мокрый снег и туман, лед на водоемах будет лишь опаснее. Андрей Ястребов, Василий Фаталиев, Зона Икс, Могилев.